Глеб Эдуардович из Санкт-Петербурга, в ГБУ, ВОУ, Санкт-Петербургский ГП... Педиатрический университет, да. Скажите, да. Спасибо большое, уважаемые президиумы, уважаемые коллеги. Я представляю на самом деле два учреждения, педиатрический университет, если кратко его назвать, да, и детский хоспис. Начну я с онкологической проблемы, которая касается детей. Да, к счастью, действительно, онкологических пациентов у нас мало в детском возрасте, да. Но, с одной стороны, это хорошо, а с другой стороны, это накладывает на нас особые обязанности, потому что опыт работы с такими пациентами, которые выходят на интенсивную боль, достаточно невысок. И вы можете столкнуться с проблемой, если вы не работали с такими пациентами, и ваш пациент начинает демонстрировать очень быстрое нарастание болевого синдрома, то действительно здесь нужно понимать, что с этим пациентом нужно делать. Я приведу просто статистику, касающуюся Санкт-Петербурга, да. То есть, вот действительно, детское население Санкт-Петербурга – это 800 тысяч человек, 75 детских поликлиник обслуживает это население. И если мы посмотрим на статистику, касающуюся онкологической помощи, то оказывается, что эти 75 детских поликлиник могут столкнуться с нашими пациентами, которые действительно могут продемонстрировать резкое и быстрое усиление боли, это четвертая стадия онкологического заболевания, достаточно редко. То есть, если действительно эти цифры все пересчитать, то вот у меня получилось, что за 6 лет работы одна поликлиника может встретиться с одним-двумя такими пациентами. О каком опыте работы педиатра, да, с такими пациентами мы можем говорить. То есть, когда мы выводим такого пациента в амбулаторную сеть, и пока он не является тем пациентом, который демонстрирует интенсивную боль, то никаких проблем, наверное, у педиатра не будет, потому что педиатры прекрасно работают с нестероидными противораспалительными препаратами, с ненаркотическими энергетиками, с анальгином, с паразоцетамолом. Но как только речь зайдет о применении каких-то препаратов, которые будут выходить за рамки этих групп веществ, то, скорее всего, возникнут определенные сложности, потому что понятно, что опыта работы с такими пациентами нет у педиатра. И в этом плане, наверное, очень важно наше участие, то есть участие онкологов, участие палиативной службы, которая знает этих пациентов, в плане помощи нашим коллегам в амбулаторной сети. И если наши пациенты, то есть наши коллеги не справляются с таким пациентом, то важно, чтобы вовремя такой пациент был госпитализирован в отделение палиативной помощи или в онкологический стационар и, соответственно, получил ту терапию, которую он должен получать. И здесь мы должны очень внимательно относиться еще к той категории пациентов, которую мы передаем в амбулаторную сеть. И если мы передаем такого пациента с теми же самыми опиоидами или с опиатами в плане терапии, то мы должны наших коллег поддержать очень хорошей выпиской. То есть мы очень четко должны прописать ту терапию, которую пациент получает сейчас, и, соответственно, возможную тактику изменения этой терапии при ухудшении ситуации, связанной с болью. Понятно, что мы здесь можем процитировать слова Пушкина, потому что действительно, если кто-то из нас не имеет опыта работать с определенной группой пациентов, то приобретать этот опыт на отдельном, вот таком редком пациенте будет очень тяжело. Значит, небольшая статистика, касающаяся работы нашего детского хосписа. Большая часть пациентов, которые уходят из жизни на территории хосписа, это, конечно же, онкологические пациенты. В среднем это, наверное, где-то около 15 пациентов в год. И абсолютное большинство этих пациентов имеет боль. При этом сразу обращаю ваше внимание, что это примерно та же статистика, как и во взрослой сети. То есть до 80 пациентов имеют сильную боль, и наиболее частой причиной госпитализации в хоспис является именно появление сильной боли для того, чтобы мы помогли этим пациентам в плане терапии этого состояния. Опять же обращаю на особенности течения боли у пациентов. Так же, как и во взрослой сети, вы должны понимать, что нередко это не только соматогенная боль, а это сочетание двух типов боли. То есть это соматогенная и нейрогенная боль. Поэтому использование только одного типа или одних групп препаратов, которые описаны там в лестнице Всемирной организации здравоохранения, например, опиоидных анальгетиков, будет недостаточно. Вам обязательно нужно подключать препараты для лечения нейропатической боли. Ну и, конечно, наша основная цель – это снижение боли до переносимого уровня, то, о чем уже сегодня говорилось. На чем основывается тактика обезболивания детей? Да, мы должны понимать, с каким возрастом пациентом мы работаем, потому что это на самом деле важно в плане того, что вы по-разному будете оценивать боли у этого пациента. То есть разница будет в диагностике боли, разница будет в назначении тех или иных групп препаратов, потому что, к сожалению, в отличие от взрослой практики, у нас есть очень серьезные ограничения по применению тех или иных групп препаратов. Для нас важна интенсивность боли, потому что в зависимости от этого мы будем назначать, опять же, ту или иную тактику лечения, патогенез боли и локализация боли, место ее расположения. При этом очень важно обращать внимание на то, что дети одного и того же возраста могут иметь разные варианты демонстрации своей боли, и поэтому очень внимательно нужно относиться к таким детям, которые имеют длительное заболевание, имеют какую-то астенизацию и так далее. И в этом случае вам действительно нужно, может быть, даже изменять тактику диагностики. Таких пациентов и использовать критерии оценки интенсивности боли тех пациентов, которые имеют более маленький возраст. То есть используют, например, у подростка ту же самую шкалу Вонга Бейкера с лицами, потому что такой ребенок более легко будет отвечать на вопросы, касающиеся диагностики боли. Если вы работаете со всеми маленькими пациентами, с пациентами, которые самостоятельно не могут описать свое состояние, это дети, скорее всего, будут младше 5 лет, то для вас есть достаточно много шкал. Это от 5 до 10 шкал, которые можно использовать в этом возрасте. Я привожу одну из шкал, которая просто наиболее удобна, в связи с тем, что она уводит нас на те же самые 10 баллов, которые мы используем при оценке боли у детей старше 7 лет, у подростков или у взрослых. Важно пользоваться любой из этих шкал для того, чтобы диагностировать боль или искать боль у таких вот маленьких пациентов. При этом на помощь вам могут прийти даже родители, потому что они очень хорошо узнавают своего ребенка и, соответственно, его поведение может говорить о том, что действительно у этого пациента это поведение связано с реакцией на боль. Опять же, внимательно относитесь к детям, которые длительно находятся на какой-то терапии и очень четко просматривайте, нет ли у них критериев боли, потому что такие дети могут иметь интенсивную боль, но жаловаться на эту боль они ярко не будут, и, соответственно, эту боль нужно стараться искать. Схема фармакотерапии боли, она известна. Я пропускаю эту часть слайда. Что нам важно понимать? Что мы должны индивидуально подходить к лечению каждого пациента. У нас нет стандартных каких-то пациентов, и в каждом случае нам приходится подбирать терапию индивидуально, особенно это будет касаться тех детей, которые будут нам демонстрировать интенсивную боль. Здесь уже говорилось о тромодоле. Да, тромодол вроде бы исключен из тактики терапии противоболевого детей, и на самом деле это сделано в связи с тем, что есть опасности применения тромодола в детской практике. Особенно осторожно к нему нужно относиться, если вы попытаетесь назначить первичный препарат, бесконтрольно, потому что часть детей могут демонстрировать избыточные побочные эффекты, и, соответственно, термодол именно поэтому ушел из рекомендаций Всемирной организации здравоохранения. Но при этом, обращая ваше внимание, что у термодолы есть одна особенность, и о ней уже сегодня говорилось, это нарушение обратного захвата серотонина, норадреналина. Это единственный препарат, наверное, из тех препаратов, которые могут влиять на опиатные рецепторы. Этот препарат способен, например, помогать пациентам с нейропатической болью, и, в частности, его иногда можно использовать для прорывов нейропатической боли. Мы в своей практике пользовались таким способом. Сильные анальгетики, да, действительно, это те препараты, которые мы будем выбирать для лечения интенсивной боли. И, опять же, в детстве мы крайне ограничены в тех формах препарата, которые у нас есть. У нас нет, к сожалению, таблетированных коротких форм препарата. Единственный вариант назначения морфина короткого действия – это подкожное или внутривенное. Ведение препарата в виде микроструйной инфузии. Или это фентанил. Опять же, до недавнего времени это только был вариант внутривенного введения препарата в виде микроструйной инфузии. Сейчас появилась, к счастью, возможность использовать этот препарат для лечения боли в трансдермальной форме. Но, правда, только с двух лет. Мы посмотрели, что происходило с нашими пациентами, которые получали вот разные варианты терапии опиоидной. И обращаю ваше внимание, что наши пациенты, имеющие интенсивную боли, требующую опиоидной терапии или опиоидной терапии, они получали эту терапию вроде бы не так длительно. То есть максимальное время – это время, наверное, около трех месяцев, когда интенсивность боли так вот нарастала и приводила к необходимости изменения тактики противоболевой терапии. И хочу обратить ваше внимание на то, что у нас получилась, правда, статистика очень небольшая, это 39 детей, получилась некоторая разница в скорости нарастания дозы фентанила и дозы морфина. Вы видите, что начиная со стартовой дозы, например, 0,5-1 микрограмм на килограмм в час, в течение нескольких месяцев пациент мог увеличить дозу стартовой фентанила до шести раз, в отличие от морфина, когда эта доза увеличилась с меньшей скоростью. С чем это связано, очень сложно сказать. Вероятно, может быть, это вот те моменты, которые озвучил Александр Вячеславович, это моменты, связанные с комбинацией этих препаратов с другими препаратами, потому что наши пациенты, имея нейропатическую боль в своем составе, в составе своего болевого синдрома получали и то же самое метрептилин, и другие группы препаратов, которые, вероятно, могли влиять и на ситуацию, связанную с увеличением толерантности к пентанилу, и, соответственно, вот так это заставляло нас увеличивать дозу препарата при длительном использовании. Подбор дозы, да, действительно, к сожалению, те препараты длительного действия, которые у нас доступны для неинвазивного введения, это только трансдермальный пентанил. Очень здорово, если у нас появятся препараты короткого действия с неинвазивным путем введения, но, к сожалению, сейчас у нас нет ни таблетированных форм короткого действия, ни интроназальных форм. Надеемся на то, что, может быть, после того, как они появятся во взрослой сети, я имею в виду пентанил, он, может быть, появится и для регистрации в детской практике. Обращаю ваше внимание, что интенсивная боль может меняться в течение суток и меняться настолько быстро, что мы можем с этим даже не всегда очень активно и быстро справляться. И вот один из вариантов – это пациентка, которая была достаточно стабильной, и в один из дней произошел прорыв боли, и этот прорыв боли достаточно сложно было оккупировать. И присоединение не только наркотических анальгетиков, но и препаратов для лечения нейропатической боли удалось справиться с этой болью, потому что частично, наверное, причиной прорыва боли была действительно именно нейропатический компонент, то есть проблема, связанная с прорастанием нервов, обхулем процесса. И очень важно мониторировать такого пациента и своевременно реагировать на изменение тактики его лечения при вот таком варианте интенсификации боли. И, конечно же, наша основная цель – обеспечить пациенту максимально комфортное состояние. Это та же самая пациентка, когда нам через несколько часов после прорыва боли удалось стабилизировать ситуацию, и дальше выйти на ту дозу препаратов, которая обеспечила более-менее комфортное состояние, по поводу того, что на момент ухода из жизни у этой пациентки боли не было вообще. Это не всегда удается достичь. Действительно, идеальный вариант – это получение именно такого результата, но часть наших пациентов имела уровень более 2-3 балла по визуально-аналоговой шкале, и вроде бы полностью убрать боль было невозможно, но даже это является успехом, и это, наверное, является нашей основной целью при лечении таких пациентов. Нейропатическая боль, нейрогенная боль. Обращаю ваше внимание, что наши пациенты имеют очень много причин для этих состояний, и, соответственно, эти причины очень часто вызывают комбинацию этой боли с соматогенной болью, но есть определенные проблемы. Несмотря на то, что у нас есть клинические рекомендации по применению препаратов для нейропатической боли, у нас есть возрастные ограничения. Притом, те возрастные ограничения, которые вы видите на этом слайде, они касаются основного назначения этого препарата, связанного, например, с лечением судорог. То есть не прописано в аннотации этих препаратов, что эти препараты, например, с года, с 3-х лет можно назначать у детей для лечения нейропатической боли. То есть все эти препараты, к сожалению, мы вынуждены использовать off-label, но, к сожалению, если мы их не будем использовать, то у нас вообще нет ни одного средства для лечения нейропатической боли. И то же самое будет касаться амитрептилина, да, антидепрессант, который мы используем для вроде бы лечения нейропатической боли официально у взрослых и очень хорошо работающий препарат. У детей этот препарат разрешен, но, опять же, разрешен только для лечения депрессии, и те варианты использования его, связанного с лечением нейропатической боли, они будут выходить за рамки официального назначения этого препарата. То есть, опять же, ни одного препарата для лечения нейропатической боли в детской практике у нас официально нет для того, чтобы мы могли его использовать за рамками аннотации, в которой прописаны вот такие показания. Ну, и обращаю ваше внимание, несмотря на то, что мы сейчас говорим о лечении интенсивной боли, вы совершенно четко должны понимать, что на фоне вот этих вот стандартов лечения интенсивной боли с применением опиоидной, неопиоидной терапии вы должны подключать все другие технологии лечения боли, и как только ваш пациент позволяет подключить к нему все моменты, которые вы сейчас видите на этом слайде, вплоть до терапии, связанные и с музыкой, и с какими-то другими вещами поведенческими, вы должны это включать в вашу терапию, и состояние вашего пациента, конечно, будет более серьезно облегчаться в плане комбинации такой терапии. Это и физикальная терапия, и леническая терапия, и когнитивная. И в хосписе мы стараемся это делать, то есть как только наш пациент позволяет присоединить такую терапию, то мы стараемся вовлекать пациента в какие-то действия, которые на самом деле снижают в том числе и поддерживают нашу основную противоболевую терапию. Есть, конечно, препятствия эффективному лечению боли, и в ряде случаев мы даже сталкиваемся с такими вариантами, когда отрицание или недоверие, касающееся опиоидов, со стороны родителей, приводит к тому, что родителей приходится уговаривать, и это происходит иногда даже в течение нескольких дней, чтобы они разрешили назначить опиоид своему ребенку, потому что они почему-то считают, что назначение опиоида онкологического пациента это прямой путь к быстрой смерти. То есть есть какие-то позиции, которые в ряде случаев даже мешают использовать ту терапию, которая является стандартной для использования в детской практике. Ну и неонкологическая боль. Это наиболее сложная проблема, наверное, в нашей стране. То есть если мы сейчас в основном занимаемся действительно поисками различных вариантов терапии и онкологической боли, но неонкологические пациенты и детская практика, неонкологическая боль в детской практике – это очень серьезная проблема, и очень многие пациенты наши, которые страдают интенсивной боли, имеют неонкологическую природу, не получают эффективной терапии. Это могут быть разные состояния. На предыдущем слайде вы видели, сколько это может быть различных вариантов. Ну, в том числе, это вот один из комплексно-региональных вариантов болевого синдрома, где интенсивность боли может достигать до 10 баллов по визуально-аналоговой шкале. Патогенез этого состояния до сих пор неизвестен. И это состояние также требует активного вмешательства с нашей стороны для лечения такой боли. Ну, я надеюсь, что вот когда зажигается красный свет, когда у пациента возникает действительно интенсивная боль, у вас есть вот те стрелки, те пути работы с пациентами, которые обеспечат наиболее комфортное его состояние и поможут этому пациенту в дальнейшем нахождении в отделении паллиативной помощи. Спасибо за внимание. Если есть вопросы, то готов ответить. Да. Москалев Эдуард Валерьевич, 4-й хоспис, Санкт-Петербург. У меня такой вопрос, он не совсем по теме доклада, но он касается как раз практики применения случаев применения препаратов off-label, с которыми, наверное, мы сталкиваемся, кто долго работает в паллиативной помощи, так или иначе, периодически. И вот вчера на круглом столе в Госдуме тоже был такой приведен пример, он касался введения спиртового раствора в солнечное сплетение, а спирт мы тоже понимаем, что это наружное средство, и по факту данная методика тоже off-label применяется нашими коллегами. Как Вы оформляете эти случаи? Проводите ли ВК? Какая методика? Как это оформляется формально, если можно? Это первый вопрос. А второй не вопрос, а скорее просьба. У нас в Санкт-Петербурге, к сожалению, в отличие от многих регионов, даже от наших соседей по Ленинградской области, до сих пор нету главного нештатного специалиста по детской паллиативной помощи. Мы крайне нуждаемся в таком специалисте. И Вы, работая в педиатрии многие годы и консультируя детский хоспис, тем более, не могли бы нам помочь в этом. Спасибо. Спасибо за этот вопрос. Да, действительно, конечно, юридически мы вступаем в очень неприятные взаимоотношения в плане использования препаратов off-label, и большинство этих препаратов мы вынуждены применять. И, конечно, в истории болезни мы должны это записывать как вариант применения препарата off-label, и мы должны брать согласие родителей и, соответственно, совершенно четко прописывать в истории болезни, что мы назначаем препарат по конкретным показаниям для этого пациента. Понятно, что в этом случае, например, тот же самый амитрептерин у ребенка идет не для лечения депрессии, а именно для лечения нейропатической боли. Это должно прозвучать в истории болезни. Но вот наше общение, как вот меня, как анестезиолога-реаниматолога, с нашими юристами, которые, опять же, достаточно часто выступают и на наших съездах анестезиологических, приводит к тому, что наши юристы говорят о том, что никакая запись в истории болезни, к сожалению, юридически вас стопроцентно не защитит. Как бы вы ни оформляли историю болезни, к вам все равно могут быть претензии, да, и, соответственно, к сожалению, в детстве, вот то, что касается нейропатии, здесь эти претензии как-то обойти будет достаточно сложно. Но у нас, к счастью, не было ни одного случая проблем, связанных с какими-то юридическими вещами, касающимися того, что мы действительно эти препараты назначали оффлэбл, то есть со стороны родителей до настоящего момента не было ни одного вот такого судебного дела, касающегося именно палиативной помощи. То, что за рамками палиативной помощи, касающиеся интенсивной терапии, анестезиологии, да, у нас есть такие случаи, когда действительно это дела, которые были выиграны не в нашу пользу, несмотря на то, что препарат назначался совершенно четко по показаниям, но он назначался оффлэбл, и, соответственно, здесь как-то защитить нашего коллегу или доктора будет очень непросто или сложно. Простите, а врачебная донеса есть для разрешения врачебной донеса? К сожалению, юристов это тоже не очень устраивает, их интересует то, что написано в аннотации на препараты, то, что официально зарегистрировано в Минздраве как показания для использования этого лекарственного средства, и поэтому это их не очень интересует. Дайте, пожалуйста, микрофона. Вот еще представлялись бы все. Уточните, пожалуйста, терапия опиоидами у деток только в условиях стационара происходит? Нет. То есть терапия опиоидами в амбулаторной сети – это абсолютно верная тактика. Если пациент стабилен по своей интенсивности боли, и если мы можем назначить определенную дозу препарата, и этот препарат обеспечивает эффективное обезболивание, такой пациент, конечно же, должен находиться дома, должен находиться в семье, он может получать и морфин, может получать и тот же самый фентанил трансдермальный, и это наиболее правильный путь ведения такого пациента. То есть в стационар пациент должен госпитализироваться только тогда, когда мы речь ведем о начальном подборе дозы препарата, и тогда, когда мы сталкиваемся с пациентом нестабильным, у которого действительно боль меняется в течение нескольких часов, нескольких суток, и здесь действительно амбулаторно этого пациента лечить будет крайне тяжело. Еще вопросы? Коллеги, еще вопросы по титрованию, по перерасчету. Потому у меня вот один вопрос. У нас во взрослой практике очень взрослые специалисты не любят делить ампулу. Ну такой простой, совершенно простой вопрос. То есть мы не хотим, не умеем и не получается у нас никак титровать, потому что ампулу надо на два раза. Ее делить и уничтожать потом надо. И поэтому всегда инъекция делается полной ампулой. Ну я другой вариант не буду озвучивать. Инъекция делается полной ампулой. Скажите, пожалуйста, я все время говорю, а вот педиатр это списывает по полампулы, или не страшно? Вот как вы поступаете с неполной использованной ампулой? У нас получается так, что вот та статистика, которую я привел, то есть это вот небольшое количество онкологических пациентов в детской практике, и эти пациенты, если они действительно выходят на тот уровень, который требует изменения тактики противоболевой терапии, то чаще всего такие дети все-таки госпитализируются в отделении палиативной помощи. То есть это или онкологический стационар, который исходно этим пациентам занимался в Санкт-Петербурге, или это тот же самый детский хоспис. А в детском хосписе или в стационаре эта проблема решается чаще всего возможностью микроструйного введения препарата. То есть мы, конечно же, препарат не вводим инвазивно, я имею в виду подкожное введение у детей, это не методика, потому что это стресс, это эмоциональная реакция. То есть это, конечно же, венозный доступ, и это внутривенное введение препарата, а здесь дальше препарат рассчитывается на сутки, и даже маленькие дозы позволяют использовать там ампулу целиком за сутки. А если ваша практика не продленной инфузии, вот практика в анестезиологии, реанимации, когда-нибудь использовали неполную ампулу настратического средства? Нет, конечно же, да, такое возможно, тогда приходится списывать. Но вы же понимаете, что любое списание вот этой неполной ампулы – это серьезная проблема, да, поэтому действительно, это такая же проблема и в детской практике. Вот Светлана Ивановна, может быть, прокомментирует еще это. Светлана Ивановна, прокомментируйте, пожалуйста. Насколько для вас проблема списать по ампулу? Да, детский госпис на очмет. Проблем вообще нет в этом. Если остается остаток в ампуле, он просто законным порядком списывается. Когда вы получаете лицензию на работу с наркотиками, вы обязательно должны, еще один момент, кроме употребления, уничтожение. Вы должны залицензировать у себя вот эту строку – уничтожение. Уничтожаете сейчас, по последним правилам, не надо даже никого приглашать. Работает собственная комиссия у себя, назначенная на уничтожение. Как часто вы уничтожаете неполностью использованные ампулы? Как часто? По закону мы должны уничтожать не реже, чем раз в три месяца. Вот мы можем накапливать, до трех месяцев мы можем накапливать. Каждое утро. Как вы эту ампулу заклеиваете? Во-первых, когда доктор назначает, есть остаток. Во-первых, ампулоостаток пластилином заклеивается. Сдается утром к специальному акту. Вот вы в истории написали, что ввезено кубик релой. Остаток один миллиметр. Пишите в миллиметр. Прям пишите в истории болезни. Акт номер такой-то. Утром дежурный доктор сдает акт вместе с этой ампулой ночмеду. В комнате хранения наркотиков. Специальный стоит сейф для хранения остатков. Это просто должно быть все организовано. Все, ночмед принимает по акту, в этот сейф складывает. Через какой-то необязательный три месяца ждать. Если много накопилось, значит, хоть через неделю уничтожаете. Значит, мы созываем комиссию. Дается приказ по учреждению главного врача, что произвести уничтожение по рапорту заведующей. И все, форма есть специальная. Все говорено в приказах. Сдается пофамильно, по истории болезни. Сколько ввезено, сколько осталось. Так вы сейчас нас напугаете опять. Да все формы. Это абсолютно спокойно нормальные формы. Зеанна Владимировна, ничего в этом нет. То есть, на самом деле, стационарь – это действительно не проблема. Абсолютно. И у детей в том числе, потому что, действительно, вы, может быть, боитесь того, что ребенок маленький, он имеет маленький вес, и это будет использование четверть ампулы, еще меньшей части ампулы. Чаще всего такие пациенты, которые имеют интенсивный вариант боли, то они требуют постоянного безбольного течения нескольких дней. Действительно, идеальный вариант – это все-таки микроструйное введение. Это по отношению к пациенту очень хорошо, потому что мы создаем постоянно один уровень препаратов в крови. И эпизоды прорыва боли мы тоже можем разрешать, опять же, тем же самым внутривенным введением препаратов. И так же пишем просто в шприце, и все. Еще, может быть, маленький комментарий по поводу того, что мы делаем микроструйное. Мы обязательно препарат разводим в больших объемах, потому что это безопаснее, да, потому что введение препарата концентрировано, создает некоторые опасности, связанные с перестановкой шприца, когда небольшое даже нажатие на поршень шприца может обеспечить болезненную дозу. Коллеги, мы всегда на наших конференциях больших, которые годовых, у нас есть мастер-классы по подкожным и внутривенным продленным инфузиям. И в этом году мы тоже это будем обязательно делать, потому что начав с этим работать, уже от этого отказаться невозможно. Правда, очень удобный метод введения. В течение суток дозировка, дополнительное, если необходимо, подкалывание. И один раз списать на сутки. В общем, история такая очень интересная. Спасибо вам большое. Есть еще вопросы, коллеги? Да, вот там на заднем ряду у нас вопросы. Если ребенка мы переводим на участок, в поликлинику с морфином, то как вот тут списать остатки для ребенка, если мы используем неполную ампулу? А на участок, в смысле, дома этот препарат? Да, его переводим домой. Вам повезло, вам не надо уничтожать дома неиспользованную ампулу. Там совсем ничего уничтожать не надо. Если в этом вопрос, что делать с ампулами неиспользованной дома? Мама будет уже вводить или персонал, будет приходить медсестра, если мама не умеет делать ампулы. Оставят в другом шприце в холодильнике, я думала, это медсестра. Ампулы не уничтожаются вам? Для поликлиники тоже важен учет. Дело в том, что после того, как этот препарат не понадобится, у нас прописано только возврат неиспользованного препарата только после смерти больного или когда этот препарат уже не нужен. А в процессе, пока ребенок или взрослый находится дома, и у вас полампулы, и, может быть, в процессе антисептики вы его не хотите, ну, выливается это средство в разведение, в канализацию, и все. Уничтожать его не нужно в домашних условиях, к счастью. Правда? Спасибо, коллеги. Продолжение следует...